Общее сведение. Общеизвестно, что при развитии СПИДа патологические изменения в той или иной степени затрагивают практически все жизненно важные органы системы. В связи с этим СПИД признан мультидисциплинарной патологией. Однако основной удар приходится на иммунную и нервную системы. Клинические и неврологические проявления ВИЧ-инфекции наблюдаются у 30-40% пациентов со СПИДом, а на аутопсии те или иные изменения В нервной системе выявляется в 90-100% случаев. По различным данным от 20% до 30% случаев СПИДа манифестируют различными неврологическими симптомами. При этом нейроспит имеет весьма вариабельные клинические проявления, что существенно затрудняет его диагностику специалистами в области неврологии, особенно в случаях, когда неврологические расстройства являются первым проявлением заболевания. Если нейроспит возникает при установленном диагнозе ВИЧ-инфекции, его диагностика зачастую осложняется тем, что пациенты предпочитают скрывать свой ВИЧ-статус. Нейроспит причина возникновения нейроспита Несмотря на общепризнанность нейротропности ВИЧ, конкретные патогенетические механизмы его воздействия на нервную систему НС до конца не ясны. Предполагается, что нейроспит обусловлен как прямым, так и посредованным воздействием вируса на НС. Прямое влияние связывают с тропностью ВИЧ к СИДИ-4 рецепторам, которые имеются не только в мембране лимфоцитов, но и в глиальных клетках мозговой ткани. Проникновение вируса через гемотенцефалический барьер ГЭП объясняют повышением проницаемости последнего на фоне вирусной инфекции и наличием в клетках эндотелия ГЭП тех же СИДИ-4 рецепторов. Согласно другой гипотезе, вирус может переноситься в мозговые ткани вместе с макрофагами, которые беспрепятственно проходят ГЭП. Известно, что при нейроспиде поражаются только глиальные клетки, нейроны, не имеющие СИДИ-4 рецепторов, остаются интактны. Однако поскольку клетки глии выполняют роль обслуживания нейронов, при их поражении нормальное функционирование последних также нарушается. Опосредованное воздействие ВИЧ реализуется несколькими путями. Во-первых, это развитие оппортунистических инфекций и опухолевых процессов за счет резкого снижения иммунного статуса организма. Во-вторых, предполагают наличие аутоиммунных механизмов, например, в развитии асептического менингита и полиневропатии при нейроспиде, связанных с синтезом антител к нервным клеткам, имеющим встроенный ВИЧ-антиген. Существует также гипотеза о нейротоксическом действии продуцируемых ВИЧ-химических веществ. Кроме того, развитие нейроспида возможно вследствие повреждения эндотея мозговых сосудов провоспалительными цитокинами, приводящего к расстройству микроциркуляции и гипоксии, обуславливающей гибель нейронов. Следует отметить, что отсутствие полной ясности в этиопатогенезе ВИЧ-инфекции нейроспида, в частности, наличие существенного количества лажноположительных реакций на ВИЧ при его лабораторной диагностике, а также сложности с выделением вируса привели к появлению среди медиков и специалистов области иммунологии лиц, считающих неправомощным само понятие ВИЧ-инфекция. При этом сторонники ВИЧ-отрицания признают существование синдрома иммунодефицита как такового, но опасаются, что с введением понятий ВИЧ-инфекция и нейроспида под эти диагнозы массово попадают пациенты с различными другими заболеваниями. Классификация нейроспида в соответствии с прямым или опосредованным воздействием ВИЧ на нервную систему принято различать первичный и вторичный нейроспида. К базовым клиническим формам, которые включают первичный нейроспида, относят острый асептический менингит, ВИЧ-инцефалопатию, спида, деменцию, ВИЧ-миелопатию, вакуулярную миелопатию, воскулярный нейроспида, поражение периферическое, анас, дистальное, симметричное. Невропатия, синдром Гиии-Набаре, множественная мононевропатия, хроническая воспалительная демиолинизирующая полинейропатия. Синдром конского хвоста, поражение мышц миопатии. Вторичный нейроспит включает опортунистические нейроинфекции и опухоли. Первые отличаются большим многообразием церебральный токсоплазмоз, криптоколковый менингит, герпесвирусная нейроинфекция, опоясывающий герпес, цитомегаловирусный, герпесвирусные энцефалиты, цитомегаловирусная полирадикулопати, герпесвирусной миелитой. Ганглионеврит и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, туберкулезные поражения НС, нейросифилис. Наиболее часто встречающимися опухольными центральной НС при нейроспиде является первичная лимфома головного мозга, лимфома беркита, глиониробластома, диссеминированная саркома, капоши. Симптомы нейроспида Первичный нейроспид зачастую имеет бессимптомное субклиническое течение. В 10-20% случаев неврологические симптомы дебютируют в первые 2-6 недели от заражения ВИЧ-период сироконверсии. В этот период на фоне фибрилитета, лимфодинопатии, кожных высыпаний и участия пациентов манифестируют признаки асептического менингита и острые радикулы невропатии. Другие клинические формы первичного нейроспида – ВИЧ-инцефалопатия, ВИЧ-миелопатия – возникают преимущественно в развернутой стадии ВИЧ-инфекции на фоне системных проявлений, выраженной иммуносупрессии. Вторичный нейроспид развивается в фазе симптомной хронической ВИЧ-инфекции – стадия вторичных заболеваний, которая наступает в период от 2 до 15 лет с момента первых клинических проявлений. Отдельные неврологические симптомы – головная боль, полиневропатия, нарушение сна, астения, депрессия, миопатия – могут быть вызваны токсичной антиретровирусной терапией. Асептический менингит наблюдается у 5-10% пациентов с ВИЧ. Клиническая картина соответствует острому сирозному менингиту. Отличительной особенностью является повышение в цереброспинальной жидкости уровня CD8-лимфоцитов, тогда как при вирусных менингитах другой этиологии увеличивается количество CD4-лимфоцитов. Более редкой и тяжелой формой является острый менингоэнцефалит, манифестирующий психическими расстройствами, транзиторными нарушениями сознания, вплоть до комы и эпиприступами. Острая радикулоневропатия связана с острой воспалительной демиолинизацией корешков спинномозговых и черепных нервов. Характерный виолый тетропорез, полиневритический тип, нарушение чувствительности, корешковый синдром, поражение лицевого, реже глазодвигательного, нервов, бульбарные расстройства. Фаза нарастания симптомов может длиться от нескольких дней до месяца, затем после 2-4 недель стабильного состояния начинается регрессимптоматики. У 70% пациентов с этой формой нейроспида отмечается полное восстановление, у 15% выраженные остаточные порезы. Веченцефалопатия является самым частым проявлением первичного нейроспида. Включает когнитивные поведенческие и двигательные расстройства. Последние бывают представлены мажоричковой атаксией, тримором, пирамидной недостаточностью, вторичным паркинсонизмом, гиперкинезами. Отдельные симптомы и умеренный когнитивный дефицит отмечаются примерно у 75% пациентов со спидом. У 3-5% больных энцефалопатия выступает начальным синдромом нейроспида. Морфологическим субстратом является мультифокальный гигантоклеточный энцефалит с поражением преимущественно лобных и височных долей подкорковых структур моста и мозжечка. Вичмиелопатия проявляется нижним спастическим парапорезом и тазовыми расстройствами. Отличается медленным течением и вариативностью тяжести клинических симптомов от легкого пореза до грубоплегии с недержанием мочи и кала. Это проявление нейроспида отмечается у 20% пациентов с ВИЧ. Морфологически выявляется вакуализация белого спинномозгового вещества, наиболее выраженная в грудных сегментах. Однако на МРТ позвоночника изменения зачастую не фиксируются. Воскулярный нейроспит обусловлен воскулитом церебральных сосудов и зачастую приводит к развитию ишемического инсульта, отличительной, чертой которого является волнообразное течение и частая трансформация в гоморрагический инсульт. Характерны предшествующие инсульту теа, а также повторные инсульты, вследствие мультифокального поражения сосудов. Диагностика нейроспида Учитывая частую встречаемость нейроспида, консультация невролога рекомендована всем больным ВИЧ-инфекцией. В связи с тем, что первыми симптомами ВИЧ-инцефалопатии зачастую выступают когнитивные нарушения исследования неврологического статуса. Целесообразно дополнять нейропсихологическим обследованием. Среди практических неврологов должна существовать определенная настороженность в отношении впервые обратившихся пациентов из групп. Риска, поскольку неврологические проявления у них могут являться симптомами первичного нейроспида. В таких случаях следует обращать внимание на наличие у больного признаков иммуносупрессии и системных симптомов снижения массы тела. Лимфодинопатии, выпадения волос и тому подобное. Наряду с обязательными в диагностике ВИЧ-инфекции исследования микрори путем ИФА иммуноблотинга и определения вирусной нагрузки. При помощи ПЦР в диагностике нейроспида широко используются электрофизиологические, томографические и ликварологические методы. При необходимости проводятся консультации психиатра, нейрохирурга и дары. Специалистов, диагностика и анализ результатов лечения поражений периферической НС при нейроспиде осуществляется преимущественно с помощью ИФИ. Нервно-мышечной системы МГНМГ Исследования ВП С целью диагностики поражений центральной НС при нейроспиде для анализа их течения и эффективности проводимой терапии широко используются Методы компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. КТ головного мозга особенно информативна в диагностике вторичных объемных процессов церебральной локализации. МРТ головного мозга более эффективно визуализирует диффузные и мелкоочаговые изменения участки атрофии и демилинизации, расположенные в глубинных отделах мозга патологические очаги. Однако результаты аутопсии показывают, что современные методы нейровизуализации способны отображать не все морфологические изменения, происходящие в мозговой ткани при нейроспиде. Немаловажное значение в диагностике нейроспида имеет исследование цереброспинальной жидкости, полученной при люмбальной функции. У серопозитивных пациентов даже при отсутствии неврологической симптоматики в ликворе зачастую наблюдается умеренный лимфоцитоз повышения уровня белка и снижения концентрации глюкозы. При наличии неврологических проявлений эти изменения, наряду со снижением уровня CD4 лимфоцитов, говорят о возможном развитии нейроспида. Иммунологические исследования ликвора, как правило, выявляют повышенное содержание ЕГГ.